Добрый день, друзья! В эфире мой очередной дневной блок главных новостей дня 15 ноября, и начну я его с новостей из-за океана. Интересно разворачивается борьба в Америке за право называться 46-м президентом США. Трамп сосредоточил свои усилия на пересчете голосов в штате Джорджия, однако судя по его поведению там все идет не так, как хотелось бы штабу действующего президента. Сегодня Трамп указал на необходимость остановить проводимый вручную пересчет голосов в этом штате до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации, ибо понимает абсурдность ситуации, при которой ручной пересчет голосов, не показывающий совпадающие подписи, это пустая трата времени. Кстати на это обратил внимание и сенатор Алексей Пушков. Также отмечу состоявшийся в Вашингтоне митинг сторонников действующего президента, который вывел на улицы сотни тысяч граждан Америки, не согласных с итогами выборов, причем Трампу не понравилось освещение данного события СМИ Америки, занизивших по его утверждению цифры вышедших на митинг. Ждем 20 ноября, это будет означать останется ли Трамп в игре за президентство, так как до этой даты обязаны произвести пересчет голосов в Джорджии. Ну а теперь к цифрам оперштаба, которые снова показывают нерадужную картину в России с количеством инфицированных COVID-19. Так за истекшие сутки выявлено более 22 500 новых случаев. Москва 6271 случай, Питер 1944, Подмосковье 812. Умерло от коронавируса 352 пациента. Тем временем состояние соведущего программы вечерний орган Дмитрия Хрусталева стабилизировалось. Напомню, вчера он был введен врачами в искусственную кому с подозрением на заражение коронавирусом. Тем временем странами Азии создан крупнейший в мире торговый союз и это безусловно сильная альтернатива транс-тихоокеанскому партнерству, связанному с президентом США Дональдом Трампом. Всестороннее региональное экономическое партнерство включает в себя 15 стран Азиатско-тихоокеанского региона. Блок должен занять по прогнозам около 30% мировой экономики и охватить 30% мирового населения, около 2 млрд 200 млн потребителей. Сейчас в российском обществе развернулась нешуточная полемика после высказывания певца Валерия Меладзе, который ранее предлагал российским артистам отказаться от участия в съемках новогодних телепрограмм. Причем отклики на бойкот поступают и от политиков, и от представителей Госдумы и различных партий. Так, коммунисты России предложили оштрафовать известного певца. Однако затем Меладзе отказался от своей идеи, признав, что он просто, как он выразился, закинул удочку. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действие в России упрощенного режима маркировки лекарств, предназначенных для лечения больных коронавирусом, до конца следующего года. Сегодня в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента. Гражданам предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во втором туре принимают участие баллотирующийся на второй срок президент Игорь Дадон и экс-премьер, лидер партии действия и солидарность Майя Санду. Как сообщили сегодня, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, Минобороны России приступает к формированию в Степанакерте межведомственного центра гуманитарного реагирования. Ну и не забудьте сегодня поболеть за сборную России по футболу, встречающуюся с неуступчивыми турками. Победа нашим нужна как воздух, тем более на фоне позорной игры с Молдовой. Надеюсь, это отвлекающий маневр Черчесова, и сегодня игра россиян засверкает новыми красками. На этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч, с уважением Ренат.